По сценарию тренировки из-за столкновения двух катеров люди получили травмы, но доплыли долой острова. Один из пассажиров судна потерял сознание и отправился в свободное плавание. На место крушения выдвинулись сотрудники ГИМС и Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Меньше часа им понадобилось, чтобы оказать помощь всем пострадавшим, в том числе и Буратино. В ходе тренировки, кроме стандартных средств, вроде нескольких лодок и катеров, были использованы дроны и подводный робот. Прямо как в фильмах Жака Ива Кусто. Тренировка прошла успешно. Спасатели отработали навыки поиска на воде, спасения, эвакуации людей с острова и с воды, передачи их сотрудникам ГИМС. Тренировки проходят регулярно. Всего в службе четыре поисково-спасательных отряда. В каждом проводится раз в месяц сезон навигации такие тренировки. В тренировочном действии принимали участие 10 спасателей Петрозаводского ПСО. У Сергея Баринова была роль пострадавшего. Впечатления от кораблекрушения остались сильные. Даже несмотря на то, что он был полностью экипирован и находился под постоянным присмотром своих коллег. Ну да, гидрокостюм сухого типа. В нем человек не промокает, но все равно со временем чувствуется в воде холод. И достаточно некомфортное ощущение, особенно в конечностях. Очень быстро начинаешь подмерзать. Несомненно, соблюдать все правила и технику безопасности, смотреть прогноз и проверять снаряжение. И конечно, как можно меньше риска. К словам Сергея, стоит добавить, что в случае ЧП у обычных пассажиров катера вряд ли будет с собой герметичный костюм с утеплением. Да и растеряться в такой ситуации может каждый. Только за прошедшие полгода карельские спасатели вытащили из воды 12 человек, которые, в отличие от Буратино, имели все шансы утонуть. Поэтому специалисты напоминают, на воде необходимо соблюдать все правила безопасности. Алексей Неживенок, Алексей Локтев, Служба новостей.